Мы уже много говорили об электрическом токе в вакууме и в полупроводниках, но до сих пор не решили ни одной задачи. Вот давайте сегодня на первом уроке этим займемся. Тема урока – решение задачи. Домашнее задание. Это домашнее задание не на завтра, а на понедельник. В пятницу завтра на нулевом уроке у нас консультация. У кого есть вопросы, приходите. У кого нет вопросов, могут не приходить. Я не буду вас за это ругать. Итак, домашнее задание. Конспект. А запись консультации будет? Запись консультации не будет. Теперь по учебнику Мякишева. Один единственный параграф 116. Это о транзисторе тема. Я ее на следующем уроке с вами обсуждать буду. И задач не задаю готовиться к экзамену. Прорабатывайте вопросы. Ну а сейчас начнем с задачи из Ремкевича. Задача 870. Ремкевич. Послушайте условия задачи. Расстояние между катодом и анодом диода равно 1 см. Сколько времени движется электрон от катода к аноду при анодном напряжении 440 В? Движение считать равно ускоренным. Расстояние между катодом и анодом диода, обозначим буквой D, 1 см. Сколько времени движется электрон от катода к аноду при анодном напряжении U? 440 В. Сколько времени движется электрон T? Понятно, что речь идет не о полупроводниковом диоде, а о вакуумном диоде. Нарисуем его схему. Вот анод. Вот катод. Между анодом и катодом создано ускоряющее напряжение 440 В. Положительный полюс источника подключен к аноду, отрицательный к катоду. Расстояние между анодом и катодом тоже дано. Мы его обозначили буквой D. И еще нам сказали, что движение электрона считать равно ускоренным. Нужно найти время, в течение которого, двигаясь равно ускоренно, электрон пройдет от катода к аноду. Будем считать начальную скорость электрона нулевой. То есть скорость, с которой он покидает катод, будем считать нулевой. А дальше он подхватывается электрическим полем и по действиям электрической силы набирает скорость. Причем набирает ее с постоянным ускорением. А раз движение равно ускоренное, значит мы можем вспомнить формулы равно ускоренного движения. Нам нужна формула, которая связывает пройденное расстояние, можно сказать, проекцию перемещения, со временем. Давайте вспомним, какие формулы у нас вообще есть. Вспомним кинематику равно ускоренного движения. Проекция перемещения СХ равна В нулевое ХТ плюс АХТ квадрат пополам. Первая формула. Вторая формула. СХ равняется В нулевое Х плюс ВХ пополам умножить на Т. Мы ее часто называем формулой средней скорости. И последняя формула, в которую время не входит. Это значит, что она нам здесь не пригодится, но для полноты коллекции запишем ее. ВХ квадрат минус В нулевое квадрат, В нулевое Х квадрат на 2АХ. Посмотрите на эти три формулы и скажите, какую из них стоит использовать в этой задаче. Первую, конечно. Потому что начальная скорость равна нулю. Этого слагаемого нет. Здесь у нас СХ в нашей задаче, это расстояние, пройденное электронами. Т время пролета. А ускорение мы как-нибудь найдем, потому что нам известно напряжение и расстояние между электродами. Итак, переводим эту формулу на язык нашей задачи. А именно, вместо СХ пишем Д равняется АТ квадрат пополам. Отсюда выражаем время. Т равняется корень квадратный из 2Д разделить на А. Теперь наша задача найти ускорение, с которым движется электрон. А что заставляет электрон двигаться с ускорением? Электрическая сила. Значит, мы используем второй закон Ньютона. Электрическая сила, F электрическая, равняется произведению массы электрона на его ускорение. Теперь надо найти, массу электронов мы знаем, это справочные данные. Теперь надо найти электрическую силу. Электрическую силу мы найдем, если умножим заряд элементарный на напряженность поля. Напряженность поля вот здесь. Теперь, а как найти напряженность поля? Что нам дано в условии задачи? Есть напряжение и расстояние. Если мы разделим напряжение на расстояние между электродами, мы можем получить напряженность поля. Но эта формула справедлива когда? Когда поле однородно. А будет ли здесь поле однородно? На самом деле, конечно, нет. Но есть ли в условии задачи какие-то слова, которые говорят об однородности поля? Еще раз читаю условия. Сколько времени движется электрон от катода к аноду при анодном напряжении? 440 вольт. Движение считать равноускоренным. Если движение равноускоренное, значит, сила, действующая на электрон, постоянно. Если сила, действующая на электрон, все время одна и та же, значит, напряженность поля тоже не меняется от точки к точке. Значит, поле однородно, и мы можем пользоваться этой формулой. В таком случае, электрическая сила равняется EU делить на D. Подставляем ее во второй закон Ньютона. То есть, это и есть второй закон Ньютона. Подставляем ее вот сюда. Так, EU делить на D. Вот второй закон Ньютона. Равняется MA. Это же формула для силы. Так, теперь отсюда находим ускорение. А равняется чему? EU делить на MD. Вот ускорение. Можем подставить это ускорение вот сюда. Что у нас получится? Время пролета T равняется корень квадратный из 2D. И теперь надо разделить на вот эту дробь. Значит, MD я пишу в числитель, а EU я пишу в знаменатель. Ну вот, это почти готовая рабочая формула. Мы видим, что тут D в квадрате, поэтому мы его вынесем за корень. И рабочая формула будет иметь следующий вид. T, время пролета, равняется D умножить на корень квадратный из 2M разделить на EU. Элементарный заряд и ускоряющий напряжение. Вот так. Остается посчитать. T равняется. D один сантиметр. 10 минус второй метр. Умножить на корень. 2. Масса электрона. Это справочные данные. 9,1 на 10 минус 31 килограмм. Далее. Элементарный заряд. 1,6 на 10 в минус 19 кулона. И напряжение 440 вольт. Ну, давайте напишем 4,4 на 10 во второй вольт. Вот так. Равняется. 10 в минус второй метра. Теперь давайте разберемся с размерностью. Что такое кулон на вольт? Кулон на вольт. Это вольт. Это джоуль. Но давайте, увидев здесь килограмм, попробуем этот джоуль выразить через механические единицы. Значит, вот этот джоуль мы можем записать как ньютон умноженный на метр. А ньютон это килограмм умноженный на метр на секунду в квадрате. Это у меня ньютон. И еще умноженный на метр будет метр в квадрате. Тогда у нас тут же килограмм сократится. Вот этот метр в квадрате под корнем в знаменателе сократится с вот этим метром. Останется под корнем секунда в квадрате. Значит, ответ будет в секундах. Теперь займемся порядком Здесь у нас 10 минус 19 Попадая наверх становится 10 в 19 И 10 минус 31 дает нам 10 минус 12 Его мы делим еще на 100 Будет 10 минус 14 Извлекая корень получаем 10 минус 7 10 в минус 7 Умножить на корень квадратный Из 2 на 9 и 1 На 1,6 и на 4,4 Равняется Берем калькулятор Посчитал Ваня, да? Равняется 1,6 на 10 минус 9 секунды 1,6 на 10 минус 9 секунды Или 1,6 наносекунды Как вы думаете, есть ли какая-то практическая польза Из той информации, которую мы сейчас получили Время пролета исчисляется наносекундами В вакуумном диоде Значит, ток в диоде устанавливается примерно за это время Правильно, Тёма? Это значит, что если вы хотите сделать выпрямитель Который, например, работает на промышленной частоте 50 герц А там период изменения напряжения 1,5-2 секунды То быстродействия диода для этого вполне достаточно Потому что ток в нём устанавливается за время в наносекунды А вот если вы хотите этот диод использовать Для выпрямления напряжения, частота которого гигагерц Как, например, в блютусе Или в Wi-Fi 2,4 или 5 гигагерц То вам диод для выпрямления этого напряжения не подойдёт Потому что электроны не успеют долететь от катода до анода За время изменения напряжения Поэтому этот диод придётся отложить Либо усовершенствовать Как это можно сделать? Уменьшив расстояние между анодом и катодом Есть сверхвысокочастотные диоды У которых расстояние между анодом и катодом очень маленькое Катод и анод буквально рядышком Там расстояние миллиметр, а может быть даже меньше Идём дальше Кстати, если мы уже заговорили о быстродействии Быстродействующие приборы обязательно должны быть миниатюрными Вот сейчас какие тактовые частоты у компьютеров? Гигагерцы Значит, период, время от одного тактового импульса до другого Порядка 10-9, даже меньше секунды Сколько свет пройдёт за одну секунду? 30 сантиметров А теперь представьте себе, что вы сделали компьютер размерами с эту комнату Такие были раньше, занимали целые машинные залы Может ли он иметь тактовую частоту 1 ГГц? Нет, потому что от одного конца компьютера до другого Время прохождения электрического сигнала будет больше, гораздо Чем период тактовых импульсов Поэтому быстродействующие приборы обязательно миниатюрные А вот микропроцессоры могут работать на таких частотах Потому что время распространения сигнала там гораздо меньше периода тактовых импульсов Следующая задача на электронно-лучевую трубку Вы видите, что все эти задачи, это задачи на пересечении механики и электростатики Задача номер 872 Послушайте условия задачи В электронно-лучевой трубке поток электронов ускоряется полем с разностью потенциалов 5 кВт И попадает в пространство между вертикально отклоняющими пластинами длиной 5 сантиметров Напряженность поля между которыми 40 кВт на метр Найти вертикальное смещение луча на выходе из пространства между пластинами В электронно-лучевой трубке поток электронов ускоряется полем с разностью потенциалов 5 кВт Попадает в пространство между вертикально отклоняющими пластинами длиной х 5 сантиметров И напряженность поля между ними е 40 кВт на метр Найти вертикальное смещение Y луча на выходе из пространства между отклоняющими пластинами Ну давайте нарисуем упрощенную конструкцию электронно-лучевой трубки Итак, катод Затем я не показываю управляющий электрод, не показываю фокусирующий Рисую только ускоряющий электрод Вот цилиндрик, который разгоняет электроны Создавая электрическое поле между катодом и анодом Минус на катод, плюс на анод напряжение U Электронный пучок, пролетая через анод, разгоняется Электроны приобретают некоторую скорость Будем считать, что она нам известна Потом мы ее посчитаем Дальше на пути электронов стоит пара пластин Вертикально отклоняющие пластины Пусть скорость электрона V нулевое Между пластинами существует электрическое поле Как его нужно направить, чтобы электронный пучок отклонялся вниз? Вверх, потому что электроны заряжены отрицательно Вот вектор напряженности поля Я показываю силовые линии электрического поля Напряженность поля E нам дана по условию задачи И еще известно, что длина пластин X Поскольку поле направлено вверх Электрон заряжен отрицательно На него будет действовать электрическая сила Направленная вниз И, соответственно, ускорение электрона А тоже будет направлено вниз И электрон будет участвовать в равноускоренном движении Которое можно разложить на 2 А именно Поскольку электрическая сила направлена вниз То вправо электрон будет двигаться с постоянной скоростью А вниз он будет двигаться как тело Отпущенное из состояния покоя Только не по действиям силы тяжести А по действиям электрической силы То есть эта задача, это аналог Задачи о движении тела, брошенного горизонтально Электронный пучок будет иметь параболическую форму Электронный луч И нам надо найти вот это отклонение Y Вот такая задача Ну, поскольку мы подобные задачи решали То легко вспомнить следующее Давайте найдем время пролета электрона между пластинами За это время Электрон под действием электрической силы Смещается на некоторое расстояние Которое мы можем посчитать по той формуле Что нам уже встречалось Первая формула из того перечня, что тут у нас был Итак, найдем сначала время пролета t равняется расстоянии x Делить на скорость горизонтального движения Горизонтальная составляющая скорости не меняется Она на влете между пластинами В пространстве между пластинами была v нулевой И вот такой же и остается Пишем v нулевой x нам дано по условию задачи v нулевое мы с вами найдем чуть позже Мы же знаем условия, в которых находился электрон Как он ускорялся Под каким ускоряющим напряжением Теперь, за это время Электрон сместится вниз На расстояние y Которое можно посчитать по формуле Аt квадрат пополам Аt квадрат пополам Значит, мы можем подставить сюда вот это x Вот это время t И получить y равняется Дробь в числителе а x квадрат Делить на 2 v нулевое Проверяем Двойку написали Ускорение не трогали x квадрат на v нулевое в квадрате v нулевое в квадрате Кстати, уже отсюда видно, что траектория будет параболическая y это коэффициент умноженный на x квадрат Теперь нам нужно найти ускорение и скорость Ускорение, как обычно, ищем с помощью второго закона Ньютона f электрическая равняется произведению массы электрона на ускорение Электрическую силу найти легко, поскольку нам дана напряженность поля f электрическая равняется элементарному заряду умножить на напряженность поля Тогда у нас получается, что e на e равняется mA Откуда ускорение A равняется элементарный заряд на напряженность поля делить на массу Вот ускорение Теперь нам надо найти начальную скорость Как ее можно найти? Что нам известно? Нам известно ускоряющее напряжение Воспользуемся законом сохранения энергии Работа электрического поля равна изменению кинетической энергии Она пошла на разгон электрона То есть mV нулевое квадрат пополам Это скорость электрона на влете в пространство между пластинами Но она же это скорость, которую приобретает электрон в процессе разгона Равняется работе электрического поля А она равняется произведению заряда, элементарный заряд, на ускоряющее напряжение Отсюда давайте найдем сразу V нулевое квадрат Потому что оно здесь используется Отсюда V нулевое квадрат равняется Дробь 2EU делить на M Итак, вот V нулевое в квадрате, а вот ускорение Все остальное мы уже больше не будем использовать Подставляем эти две формулы в выражение для Y Что у нас получается? Y равняется Ускорение, вот оно EE делить на массу Дальше, X квадрат В знаменателе двойка И V нулевое в квадрате А вот V нулевое в квадрате Еще двойка EU делим на M Интересно то, что масса сокращается Элементарный заряд сокращается И получается простая формула Вот такая У равняется В числителе E в знаменателе 4U Умножить на X квадрат Эта формула еще раз напоминает нам Какую форму имеет траектория Параболическая траектория Коэффициент при X квадрат Вот он Посчитаем число Y равняется Напряженность поля 40 кВ на метр 40 на 10 в третий Вольт делить на метр Четверку не забываем Дальше, напряжение 5 кВ 5 на 10 в третий Вольт X квадрат 5 сантиметров Это 5 на 10 в минус второй В квадрате это будет 25 на 10 в минус четвертой Чего? Метра квадратного Вольты сократятся Метры частично сократятся Ответ будет в метрах Здесь можно сократить четверку Здесь останется 10 10 в третий сократится И у нас 25 делить на 5 И у нас 25 делить на 5 останется Это будет 5 А здесь 10 на 10 в минус четвертой Это будет 10 в минус третий Равняется 5 на 10 в минус третий метра То есть это 5 миллиметров Пучок электронов После прохождения Между пластинами Отклонится на полсантиметра Задача решена Следующая задача будет посвящена Свойствам полупроводникового диода Задача из Гельфгата Задача номер 1446 Номер 1446 Гельфгат Эта задача сопровождается рисунком На котором изображена Вольтамперная характеристика Полупроводникового диода Сейчас я ее Покажу вам на экране И глядя на нее Мы будем решать задачу Вот так Итак На рисунке Приведена вольтамперная характеристика Полупроводникового диода Диод подключен к источнику Постоянного напряжения В случае А 0,4 вольта В случае Б минус 0,5 вольт Во сколько раз изменится Сила тока через диод Если последовательно с ним Включить резистор С сопротивлением 100 Ом Вот вольтамперная характеристика Диода Давайте запишем Краткое условие Итак Резистор имеет сопротивление 100 Ом Первый раз Диод включили в прямом направлении В случае А У с индексом А Равняется 0,4 вольта Я по модулю пишу В случае Б Диод включили в обратном направлении Напряжение равняется 5 вольт По модулю На самом деле минус 5 вольт Вопрос Во сколько раз Изменится сила тока Через диод Если последовательно с ним Включить резистор С сопротивлением 100 Ом Давайте силу тока До включения резистора Обозначим И нулевое А после включения резистора Обозначим буквой И Значит нам нужно найти И нулевое Делить на И В обоих случаях Чтобы лучше понять Что происходит Нарисуем схему До и после Подключения резистора Итак До Было вот так Диод Включен в прямом направлении Плюс Минус Напряжение известно У с индексом А Через диод Течет ток И нулевое Это было Потом Сделали так Последовательно С Диодом Включили Включили резистор С сопротивлением Р Сопротивление известно Ток стал И Нужно найти Во сколько раз Он уменьшился То есть нужно найти Отношение И нулевое Делить на И Ну давайте решать Эту задачу По частям Во первых Давайте найдем И нулевое Для этого не нужно Долго думать Достаточно посмотреть На рисунок Напряжение На диоде 0,4 вольта Значит сила тока Будет 800 миллиампер Или 0,8 ампера Итак Сразу видно Что И нулевое Равняется 800 Миллиампер Из вольтамперной Характеристики Кстати А почему здесь Такой излом Как вы думаете Обратите внимание По вертикали И по горизонтали По вертикали Масштаб В верхней половине Графика Не такой Как нижний Видите На верхней половине Графика Максимальное значение 800 миллиампер А внизу Максимальное значение 0,05 миллиампера Просто разный масштаб На самом деле Никакого излома нет Ну идем дальше Что Нуля на графике нет Сделайте замечание Илью Марковичу Так Что делать дальше Сразу скажу То решение Которое мы проведем Сейчас Не совсем точное Потом я расскажу Если успею Точное решение Оно графически Делается Итак Проведем Скорее оценку Чем точное решение Давайте найдем Какое сопротивление Сейчас имеет диод Включенный Напрямую Чтобы это сделать Обозначим Сопротивление диода Буквой R Нужно просто разделить Напряжение на диоде На силу тока Через диод Это будет В нау делить на И В нашем случае Напряжение 0,4 вольта Делить на силу тока 800 Ну там 0,8 ампера Это будет 0,5 ома Итак Сопротивление диода 0,5 ома А теперь Последовательно С ним мы включили Сопротивление В 100 ом Значит Общее сопротивление Будет мало Отличаться От 100 ом Потому что Добавочное сопротивление Сопротивление диода На порядок На два порядка Меньше Поэтому R штрих Или R общее Штрих Равняется R плюс R Приближенно Равняется Почему? Потому что На самом деле Если смотреть На вольтамперную Характеристику То видно Что из-за того Что она нелинейна Сопротивление При других напряжениях Будет другим Но мы делаем оценку В таком случае В этой цепи Сопротивлением Вот этим R Можно пренебречь И тогда И Сила тока Приблизительно Равняется Напряжению U В случае А Здесь тоже Надо написать УА Делить На R То есть 0,4 Вольта Делить На 100 Ом Это будет Что? 4 тысячных Или 4 Миллиампера Ну а тогда Отношение И нулевое К И Равняется 800 Миллиампер Делить На 4 Миллиампера Равняется 200 То есть Подключая Резистор К прямо Смещенному Диоду Прямо Смещенный Это то же самое Что включенный В прямом Направлении Мы Уменьшаем Силу тока В 200 Раз Это был Случай А Когда диод Был включен В прямом Направлении Теперь давайте Диод Включим В обратном Направлении Рисуем Схему Диод Включен В обратном Направлении На анод Он против Стрелочки Это ток Обратно Включенного Диода Его силу Обозначим И нулевое А теперь Включаем Последовательно Резистор Сопротивление Сопротивление Р 100 Ом Ток Теперь По прежнему Течет В эту же Сторону Силу Его Обозначим Буквой И Ну давайте Поступим Точно Таким же Образом Оценим Сопротивление Диода При Обратном Включении R Равняется U С индексом B Делить на I На I нулевое В нашем Случа Это I нулевое R Равняется Напряжение 5 вольт А сила Тока Может быть Найдена Из вольтамперной Характеристики Сколько 05 Миллиампера 05 Миллиампера Вот 05 Миллиампера Минус 5 вольт Сила Тока 05 Миллиампера Значит 05 Миллиампера Это 50 Микроампер Или 50 На 10 Минус 6 Ампера И Мы Получаем Сколько 10 В Пятой Ом 10 В Пятой Ом То Есть Это 100 Кило Ом И Вот Последовательно С этими Сотни Кило Ом Мы Включили Какие-то Несчастные 100 Ом Было Сопротивление 100 Кило Ом Стало 101 Кило Минус Р Но Р У нас Очень Большое И Поэтому Р Можно Пренебречь И Получится Приблизительно Равняется Вот Этому Значению Уб Делить На И Нулевое Так Будет Уб Делить На Р Будет Как На Рисунке 50 Микроампер Микроампер И Нулевое Точно Такое же И Нулевое Тоже Равняется 50 Микроампер Стало Быть Отношение И Нулевое Делить На И Приблизительно Равняется Единицу С точностью До Четырех Значащих Цифр Задача Решена Но Все-таки Это Не Точное Решение Потому Что На Самом Деле Когда Мы Включаем Последовательно Резистор То Напряжение На Диоде Немножко Меняется Насколько Оно Меняется Мы Сказать Точно Не Можем А Раз Так Мы Не Можем Точно Сказать Каким Будет Сопротивление Диода После Включения Этого Резистора Оно Ведь Зависит От того Какой Ток Течет Через него И Сейчас Я Вам Расскажу Метод Который Позволяет Решить Эту Задачу Графически Строго Точно Задача Со Звездочкой Звездочка Не со Звездочкой Она Просто Задача Звездочка Имеется Вот Такая Электрическая Цепь Резистор Сопротивлением R Диод О котором Известна Вольтамперная Характеристика Известно Напряжение Которое Подано На эту Электрическую Цепь Обозначим Это Напряжение У Нулевое Значит Дан Резистор Известного Сопротивления Дана Вольтамперная Характеристика Диода И Известно Какое Напряжение Приложено К последовательно Соединенной Цепочке Из Резистора И Диода Дано Найти Напряжение На Резисторе UR Напряжение На Диоде UD И силу Тока В цепи Вот такая Задача Нам Дана Вольтамперная Характеристика Значит У нас Есть График Давайте Нарисуем Этот График На Доске Здесь Откладываем Напряжение Здесь Откладываем Силу Тока Сила Тока Через Диод А здесь Напряжение На Диоде Допустим Это Диод Включен В прямом Направлении Напишем Здесь Плюс Здесь Минус Это Прямая Ветвь Вольтамперной Характеристики И она Имеет Вот Такой Вид Нелинейная Вольтамперная Характеристика Похожая На то Что Мы Только Что Видели На Рисунке Как Подобраться К Этой Задаче Смотрите Используется Такой Прием Отметим На этой Оси Напряжение Подаваемое На всю Цепочку Обозначим Его У Нулевое Оно У нас Уже Обозначено И Из этой Точки Построим Еще Одну Вертикальную Ось И На Этой Оси Мы с вами Будем Откладывать Силу Тока Через Резистор Естественно Она точно Такая же Как сила Тока Через Диод И Р Сила Тока Через Резистор Зависит От напряжения На Резисторе Построим График Зависимости Силы Тока Через Резистор От напряжения На Резисторе Но этот График Будем Строить Так Что Ось Вольтамперной Характеристики Резистора Будем Строить Отсюда Влево Это У Р Как будет Выглядеть Вольтамперная Характеристика Это прямая У резистора Вольтамперная Характеристика Прямая Причем Обратите Внимание Здесь у нас Ноль Напряжения На резисторе А вот В этом Месте Напряжение На резисторе Будет У нулевое Это все равно Что мы Замкнули Диод Проводничком Тогда Сила Тока Через Резистор Будет Равняться Вот Такой Величине У нулевое Делить На Р По закону Ома Мы получим Силу Тока При напряжении У нулевое Если разделим Напряжение На сопротивление И вот Вольтамперная Характеристика Резистора Прямая А теперь Смотрите Через Резистор И через Диод Текут Одинаковые Токи Найдем Точку При которой Через Резистор И через Диод Одинаковые Токи Текут Вот она Это точка Пересечения А какой Ток При этом Течет А вот Какой И Нашли Вот Первый Ответ Дальше Какое При этом Напряжение На резисторе Вот Какое И Р А какое При этом Напряжение На диоде Вот Какое У Д Вот Один Ответ Второй Ответ И третий Задача Полностью Решена Это Один Из Дополнительных Вопросов Который Будет Вам Предложен На экзамене В среду А пока Пьем Чай В среду В четверг Ну нет Не в среду В четверг Тогда Когда он Будет 26 числа В четверг zum